Итоги прошедшей недели подведены в Люберецкой администрации. О них доложили руководители управлений, ведомств и ресурсоснабжающих компаний округа. Оперативная обстановка, вопросы пожарной безопасности и содержания территории стали основными темами совещания. Две тысячи раз на минувшей неделе жители обращались в полицию. 31 заявление послужило поводом для возбуждения уголовных дел, 28 из них. Правоохранители раскрыли по горячим следам. Основное такое было, это два убийства на Хлебозаводской, дом 5. На бывшем рубине два охранника подрались, один другому нанесено живое ранение. То есть человек скончался, следственный комитет проводил проверку. 39 выездов по сигналу тревоги и ликвидация трех пожаров. Такое выдалась неделя у люберецких огнеборцев. Одно возгорание произошло в Люберцах. 15 июля, Люберцы, деревня Пикарев, улица Октябрьская, заброшенное строение. В результате пожаров пострадавших нет. 66 дорожных рабочих и 27 единиц спецтехники на прошлой неделе задействовали в ремонте и содержании городских дорог. Рабочими выполнялись задачи летнего содержания проезжих частей и тротуаров. За порядком на городских и дворовых территориях отвечало почти 1000 человек и 95 единиц спецтехники. Ведутся работы по покосу травы и обрезке кустарников. Выполнена работа по опиловке 14 деревьев и корчеванию 9 дней. Ведутся работы по окрашиванию и ремонту малых архитектурных форм. В единую дежурную диспетчерскую службу 112 поступило более 9 тысяч обращений от жителей. Все сотрудники продолжают работать в усиленном режиме. На телефон горячей линии администрации 31 обращение поступило по опросам работы жилищно-коммунального комплекса. По 6 обращений связаны с вопросами экологии, содержанием дорог и тротуаров. 8 обращений поступило по благоустройству городской территории. 4 по работе уличного освещения. И 3 обращения связаны с нарушением закона о тишине. Также участники заседания прослушали доклады о просьбах и обращениях граждан. И о том, как шла работа по исполнению поручений главы городского округа Люберцы. Анна Троян, Валерий Абсалявов и Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.